Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что буквально недавно, с 1 сентября 2024 года, вступили в силу изменения, которые касаются штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам. Основных изменений крупных два. Это то, что, во-первых, регионам дали право устанавливать самостоятельное значение штрафов за неоплаченный проезд. Второе. Это то, что на штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам распространили скидку в размере 50% за своевременную оплату штрафа. Однако уже 25 октября 2024 года Минтранс опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов проект документа, согласно которому штрафы за неоплаченный проезд, наоборот, планируется резко ужесточить, увеличив в несколько раз. Как пояснили ведомства, на сегодняшний день размер штрафа за неоплаченный проезд существенно ниже, чем стоимость проезда по многим участкам платных трасс и платных автодорог. Соответственно, большое количество водителей с каждым днем все больше пользуются данным пробелом и передвигаются, не оплачивая проезд. То есть, им проще, потом уже доехав, получается, до местного значения, просто задним числом оплатить штраф, что выходит дешевле, чем сама оплата проезда по платной трассе. Судя по всему, в ближайшее время данная ситуация изменится. Поправками, которые опубликовал Минтранс, предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам для легкабых автомобилей с 1,5 тысяч до 10 тысяч рублей, для грузовиков с 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Кроме того, вводится отдельный штраф в размере 50 тысяч рублей для владельцев автомобилей, принадлежащих иностранному перевозчику. Кроме того, данным же проектом документа Минтранс предлагает отменить скидку на штраф за неоплаченный проезд в размере 50%, которая была введена только с сентября 2024 года. Данную идею Минтранс объясняет тем, что на сегодняшний день запущена система автоматического информирования водителей о неоплаченном проезде через портал госуслуг. В обосновании увеличения резкого такого штрафа Минтранс приводит пример, что максимальный размер платы за проезд по трассе М-12 Восток сейчас составляет 4998 рублей для легковушек и 10889 рублей для грузовиков. По центральной кольцевой автодороге 1795 и 5513 рублей для легковушек и грузовиков соответственно. Согласно статистике Минтранса, установленный законом пятидневный срок постоплаты не было оплачено 57% проездов по номерным знаком. При этом отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. Также растет количество пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд. В настоящее время стоимость проезда транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог превышает размеры административных штрафов за неоплату проезда. Следовательно, механизм административной ответственности перестает быть эффективным средством предупреждения совершения новых правонарушений, обеспечения эффективного функционирования транспортной инфраструктуры, защиты интересов добросовестных пользователей платных автомобильных дорог, а также общественных интересов в области надлежащей организации дорожного движения и безопасности, как говорится в пояснении Минтранса данному проекту. Согласно информации на портале проектов нормативно-правовых актов, общественное обсуждение данного проекта Минтранса продлится до 14 ноября 2024 года. В случае подписания данных поправок они заработают на следующий год, с 1 сентября 2025 года. А если вы хотите снизить свои расходы на автомобиль, могу порекомендовать вам автомобильную дебетовую карту Drive от Т-Банка. Она позволяет получать кэшбэк 10% с каждой заправки, а также 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, автомоэкшен и монтажек, проезда по платным трассам, платные парковки, полисов страхования и штрафов ГИБДД. Если вы новый клиент банка, заказывайте эту карту по моей ссылке до 21 ноября 2024 года, потратите по ней за первый месяц не меньше 5000 рублей и получите 2000 рублей обратно в виде бонусов. Все подробности и ссылка будут в описании. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этой теме? Своим мнением делитесь в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на мой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Там в числе первых вы сможете узнавать о всех последних изменениях для российских водителей. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!